Арахит наоборот, когда превращает, прекращается обезыстрение. Поэтому кости становятся очень гибкие. Опять же, тут нужен витамин, ДС, кальций, фосфор. Поэтому одними витаминами, без минералов, мы не обойдемся. Теория элементарного поступления витаминов говорит о том также, что витамины нельзя перемешивать между собой. Потому что, допустим, тиамин распадается среди аскорбиновой кислоты и витамина С. Поэтому они должны быть все четко разделены. И тогда они будут усваиваться. Поэтому надо использовать витамины, где каждый из них подкрыт пленочной оболочкой. А потом они все вместе уже в какой-то форме таблетки объединены. Ну что, можете сказать, где цинга, а где рахит? Да, при рахите синтез международного вещества не останавливает. Но вот это норма. Вот это рахит. А вот это цинга. Сосуды надкостницы, они врастают в новую гаверсовую систему. Компактную, если она есть. И там есть живые клетки. Считалось, что сосуды питают только кратикальную кость. И все. Но потом оказалось это не так. Есть два ученых. Были ГАЗ и МакНаб. Они определили следующее. Что вена, питающая кость вены, гораздо тоньше, чем артерия. Уходящая вена, она тоньше, гораздо, чем артерия приходящая. То есть, эта кровь куда-то уходит от кости к надкостнице. Артерия крупнее, чем вена, уходящая в кость. В кость уходит меньше вены из надкостницы, чем приходит. Вопрос был, куда же она девается? Вот ученый Брукс определил, что на самом деле первое. Она сохраняется в гаверсовых системах. И выходит потом через сосуды надкостницы. То есть, надкостница является депо крови. Поэтому, используя неперфорированные мембраны, и тогда не создавая вот этих дренажных свойств, мы можем сразу спрогнозировать усадку, потому что мы лишаем надкостницу вот этого регенераторного потенциала. От нее не растут сосуды туда. В ней есть кровь, в ней есть хорошие, да, вот эти артерии и так далее. Так вот, оказалось, что внутренние две трети компактного слоя, они действительно питаются артерией. 85% происходит с стороны принимающего ложа. А одна треть, она связана с сосудами надкостницы. Это 15%. Поэтому, если мы сохраняем всю надкостницу на принимающем ложе, то вот эти моменты мы не теряем. Но второе условие. Структура эта должна быть не плотной. Это не должна быть минерализованная компактная кость. Но если она все-таки такая, в ней должны быть многократные перфорации диаметром от 0,8 до 1,2 мм. Идеальный миллиметр. Ну, там 0,9 мм. Это тонкое сверло. В отдельных случаях, конечно, сосуды играют большую роль. При переломах они могут брать вообще на себе основную нагрузку. И при травмах именно сосуды надкостницы обеспечивают первичную регенерацию. И наша задача, чтобы за то время, пока мы не назначили препараты кальция, сосуды от принимающего ложа соединились с сосудами надкостницы в единую сеть, которая была бы равномерно воскулиризована. Поэтому в покоящейся хрящей, конечно же, тоже есть капилляры. Они питаются эпизарные питающие артерии. И потом проходят через кость и питают покоящийся хрящ. И сосуды выходят туда и питают хрящ. Это только контактирует обломки. Значит, у нас всегда есть пролиферирующий остеогенный слой надкостницы. Вот эти сосуды надкостницы, вот клетки комбиального слоя, вот мы срезали вот так вот скальпелем. И они активно начали делиться. Вся надкостница сохранилась на лоскуте. Это остатки гидролитной массы или так называемые сгуты. Это мертвые клетки, остатки их. Это различные клеточные гуморальные факторы. Кровь. Это то, что нам надо в первую очередь вымыть. Вот эта часть ацеллюлярная. Вот ее, скорее всего, съедят. И вот эта часть ацеллюлярная вот до туда. Вот это фиброзный слой надкостницы, да, влакнистый. А вот это тоже пролиферирующий остеогенный. Вот эта часть кости умерла, она целлюлярная. Видите, лаконы как хорошо видны. А вот эта часть еще живая. Ну так вот, при наличии вот этого, вот это можно регенерировать. А если у нас надкостница вся осталась на принимающем ложе, то этого уже не произойдет. В этих участках не произойдет. Потому что здесь будет лежать материал. Конечно, вы же заполняете дефект материалом, делаете пластику. Если ты аэростатором, то там размножаются просто волокна все. И у нас где-то будут участки с полнослойным лоском, там где-то с расщепленным. Ну это то, как происходит образование костной мозоли или вот той ретикулы фиброзной ткани, в том числе, потому что составы они абсолютно одинаковые. Это целлюлярные участки, это целлюлярные. И они потом лизируются частично, как мы видим, а на их поверхности формируется, потому что эти клетки были соединены в единую сеть. А эти как бы продолжают это соединение. Поэтому клетки, которые приходят сюда, очень легко прилипают здесь, формируются, формируют новые костные клетки. Вот они формируются как раз на поверхности межклеточного вещества. Поэтому мертвое межклеточное вещество также может являться симулятором роста костной ткани. Потому что выделяется остеокласт, лизирует его, выделяет этот с playoffs. Это активно разросшаяся надкостница. а это сгусток, вот активно пролинфилирующая надкостница, вот образованная кость, вот здесь вот участок. А альтерация является стимулятором регенерации, поэтому в норме, например, в дистальных участках нижней челюсти от травмы растет по высоте полтора миллиметра, если нет отягощенного никакого анамнеза или проблем системных или общесоматических. Я расскажу немножко о твердомозговой оболочке. Вы знаете, да, мозг покрывает три оболочки. Твердомозговая оболочка имеет парадоль, расположенные в ее толще и залегающие кровеносные сосуды, но они не обладают регенераторным потенциалом. И она, по сути, своя однослойная. Она ставила вопрос о том, что какой-то стороной имеет смысл ее класть или нет. Это не имеет смысла, она абсолютно одинаковая. Мы же думали, как? Одной стороной она расположена к суборахноидальному пространству, где сосуд залегает, а с другой стороны – паутина. Поэтому должно быть очень высокое сродство. Какое сродство класть, в принципе, неважно. Просто должно быть высокое сродство материала к организму человека, пространственное и структурное, для того, чтобы вызывать определенный эффект. Это твердая мозговая оболочка, это суборахноидальное пространство, это сосуд, который залегает в эти паутинные как раз оболочки, это жировая оболочка мозга, и это уже нейроны. Несмотря на такую структуру, что она, в первую очередь, очень подеспечивает, конечно же, механические свойства. Это очень толстый, плотный, коллагеновый массив. И что оказывается интересно, он может быть использован тоже как пластический материал. Будучи расположенным в костной ткани, или под надкоснично, он превращается в кость. Это исследование наше на животных, мы его результаты вам сегодня тоже покажем. При переломе, понятно, что происходит, сосуды рвутся и закупрятся, потому что наступает гемостаз, и затем качают кровь в ближайшем каком-то анастомозе, и питание сосудистое восстанавливается. Поэтому в зависимости от объема вмешательства, если оно небольшое, мы срезаем скальпеля, происходит аккуратнее, и анастомоза восстанавливается быстрее. А участок над костицей все равно какой-то гибнет, поэтому если мы его разможили распатром, конечно же, участок больше погибнет. Яблоко, вы можете его разрезать, а можете его вот так вот разломать. Так вот, если оно разрезано, оно быстрее потемнеет, потому что повреждения больше, больше выделяется, как бы яблочной кислоты. А если вы разорвали, оно медленнее темнеет. Это все абсолютно аналогично. Процесс репарации, он максимум достигает через 2 недели. Зачем назначать препараты кальций, если у нас идет регенерация еще, это очень рано, надо вступать позже. А через 2 недели идет самая активная пролиферация. Клетки активно наделились и начинают созревать, синтезировать матрикс и структурировать коллаген. Поэтому пациент, он должен быть алиментарно, у него не должно быть никаких привычек и так далее. Курение очень сильно блокирует ферментные системы, например, за счет полонии 210. Поэтому вот на этом этапе у пациента как раз все тухнет и не вступает у них. Доходит регенерация до определенного этапа и все. Капилляры аналогично пролиферируют, так же, как и кость, но гораздо медленнее, потому что они догоняют костные клетки. Самое важное, чтобы у нас сосуды ровыслили так же быстро, как и кость. Не надо давать очень большую нагрузку на сосуды и замещать только одним материалом дефект. Там должно быть идеально. Капиллярная кровь, ауто-кость, капиллярная кровь, а не венозная, почему мы уже обсудили сегодня. Ауто-кость почему? Это единственный источник остеогенеза. Потому что на поверхности живых клеток растет кость прямым методом, а не через соединительную ткань, что на 2 месяца быстрее. Поэтому, используя участки ауто-кости, именно губчатые, а не компактные, мы стимулируем тем самым остеогенез местно при условиях сосудистого восстановления. То есть у нас не должно быть барьеров для роста сосудов. Если есть принимающая ложа, мы его докортикализуем частично, истончаем, перфорируем, и из него все растет. Ну и у пациента общесоматически не должно быть проблем. Или их надо корректировать, или просто учитывать при выборе стратегии. Так всегда должны быть плазматические отростки на поверхности существующей кости. Сначала образуются незрелой костью, обломками вот этими, а затем уже формируются остеоциты. Но остеоциты выдают свои плазматические отростки в поврежденный участок, и соединяясь с ними, вот эти клетки-предшественники остеобласты, или предостеобласты, образующиеся из соединительной ткани, они дают основу, соединяясь в общую сеть, заполняют эти пространства межлеточным веществом. Вот хорошее сравнение, что они как штифты при соединении мебели, они действительно сразу уже организованы и получаются очень плотно закрепляют. Самое интересное, что если за 4,5 месяца остатки костные не контактируют, то организм человека считает, что нет травмы, и формируется ложный сустав, они уже не срастаются. В стоматологии такое редко бывает, потому что у нас в основном все дефекты костные, они включенные, ну либо как бы до конца и там работает физика, а вот так, чтобы это было отломки, мы это не встречаем механизм практически. Но о чем это говорит? Если не проросли сосуды за 4,5 месяца, не будет никакой регенерации, там останется материал, который можно будет потом просто выгрызти и все. Там нет хряща кальцинированного, он ничем не заместился, потому что даже самый маленький сосуд туда не пророс. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok